Многолюдно возле сочинских храмов было уже в субботу. Ее называют Великой, она предваряет праздник Светлой Пасхи. Уже с утра во всех храмах начались торжественные литургии, во время которых священники сменили черное облачение на светлые одежды. А верующие по традиции начали приносить для освящения крашеные яйца и куличи. Возле храма равна апостольного князя Владимира, что на виноградной прямо во дворе поставили вот такие столы, на которых прихожане раскладывали пасхальные угощения. Яйца красим сами, но не крашенки. Яйца красим сами, маску делаем сами, куличи, к сожалению, покупной. В ожидании батюшки женщины делились друг с другом рецептами приготовления куличей и рассказывали, что для них и их семей значит праздник Светлой Пасхи. Это очень-очень хороший праздник. Мы его очень любим, всей семьей отмечаем всегда. Мы сидели на посту, как смогли, собственно говоря. Считаем это тоже очень важной традицией и религии. Конечно, тут философская идея заложена большая. С праздником всех! С праздником! Освящали пасхальные куличи и крашеные яйца всю субботу. С самого утра и до вечера к сочинским храмам приходили люди. Именно в Русской Православной Церкви первая из традиций – это освящение куличей. Только в Русской Православной Церкви это наблюдается. Традиция в этот день – примириться со всеми, чтобы встретить Пасху с чистым сердцем, открытой душой. Еще больше прихожан храмы собрали уже поздно вечером. Верующие ждали прибытия благодатного огня из Иерусалима. Святыню сначала встречали в Краснодаре. Оттуда лампады с огнем, символизирующим нерукотворный свет воскресения Христова, повезли по всем храмам и церквям региона. Одна из лампад прибыла в Свято-Тройский храм в станицу Новодонецкую. Среди прихожан там был и губернатор Краснодарского края Александр Ткачев вместе с женой и детьми. Православные не только зажигали от лампадки и с благодатным огнем свечи, многие даже прикоснулись к необжигающему пламени со Святой Земли. После молитвы и песнопений прихожане храма совершили крестный ход. Всех жителей края с праздником Пасхи губернатор Александр Ткачев поздравил позже в своем микроблоге. В день воскресения Христова он пожелал кубанцам, чтобы в их жизни было как можно больше светлых моментов. Праздник Пасхи объединяет нас, делает чище, добрее и заставляет задуматься о своем земном пути. Пусть в этот светлый день в ваших семьях царят мир и согласие, а сердца наполнятся любовью и радостью. Частичку святого огня доставили из Сочи. Лампаду привезла супруга мэра курорта Елена Пахомова. В храме собралось почти тысяча прихожан, которые пришли на торжественную ночную службу. Христос воскресе! Христос воскресе! Этот огонь в нашем храме будет постоянно. Одна из лампад будет гореть благодатным огнем неугасимо. И даже если у кого-то случится неприятность, и этот огонь потухнет, когда вы его будете нести в свои дома, вы всегда можете прийти и возжечь свою лампаду, свой фонарик, свою свечу в нашем храме. Самый главный христианский праздник – Светлую Пасху – по традиции будут отмечать дольше остальных. 40 дней вплоть до Вознесения можно приветствовать друг друга словами «Христос воскресе!», а также угощать куличами и дарить крашеные яйца. Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания, ФКТ.